Меня зовут Макеев Александр, я самодеятельный исследователь, ну и являюсь членом Московского общества испытателей природы. С детства я хотел всё знать, но, к сожалению, учебники, энциклопедии ничего этого, полного знания не давали. В общепринятых представлениях в науке о языке и науке считается, что наука и язык абсолютно никак, ничем не связаны друг с другом. Хотя очевидно, что любое слово, описывающее любое понятие любой науки, оно является неотъемлемой частью языка. Следовательно, язык является всезнанием. К этому я пришёл. А нам вы на языке будете излагать свои языки? Ну как, язык, вот русский язык, это мой родной язык. Обобщение всех моих изысканий является парадигма универсальной относительности. То есть отношение любого объекта к самому себе, к среде бытия, к другим объектам. Это не является абсолютом, это всё относительно, динамично, эволюционно. Общепринятое представление о классификации элементов, периодической таблице элементов, базируется на неверном, противоестественном окончании периодов, элементов атомных уровней материи на благородный газ, который предложил в 1905 году швейцарский химик Альфред Вернер. До этого господство тоже противоестественного окончания периодов на элементе группы галогенов по Менделееву. Но до Менделеева в 1862 году правильное окончание периодов осуществил немецкий естественный испытатель Юлиус Лоттер-Мейер. Он окончил правильные периоды на щёлочный земельный металл. Если бы Менделеев это представление имел, то он бы обязательно сформулировал настоящий периодический закон. А он сформулировал определение периодичности якобы как закон, а на самом деле он описал явление периодичности. При правильном отображении периодов с окончанием на группу щёлочных земельных металлов, можно ту же самую последовательность элементов отобразить не в виде отрезков этой последовательности, а в виде неперерывной последовательности элементов, свёрнутой в спираль. Но поскольку дуальность в мире существует, есть спин левый и спин правый, молекулы химически активных, то есть атомы химически активных элементов формируются в молекулы именно по противоположным спинам. Они сами взаимно ориентируются магнитными моментами так, чтобы противоположными полюсами образовывать такую-то магнитно-замкнутую систему. H2O2N2 и так далее всем известно. В моём понимании вакуум не является абсолютным ничто, как это утверждал Альберт Эйнштейн, а является материей, которая состоит из потоков квантов электростатического поля и магнитного поля, и спускаемых нейтронами, протонами, электронами, целостными атомами и сложными объектами, состоящими из множества атом, молекул, вещества. Можно представить условно модель нейтрона, протона, электрона, как вот сфера, вот в сечении её показано, из которой истекают потоки квантов электростатического поля во все стороны. Из нейтрона истекают и квантов электростатического поля, имеющие вращение по часовой стрелке, и против часовой стрелки в равной пропорции. И навстречу им из вакуума обязательно летят противоположно вращающиеся квантов электростатического поля. А из магнитных полюсов, из южного магнитного полюса, вылетают кванты магнитного поля, вращающиеся по часовой стрелке, и из северного против часовой стрелки. И навстречу им, соответственно, кванты противоположного вращения. Протон является фокусом истока во все стороны квантов электростатического поля с правого спинного вращения, и встречно к нему летят с левого спинного вращения. У электрон это противоположная картина. Внутренней причиной массы инерции и гравитации является реактивное отталкивание от всех сторон вылетающими квантами электростатического поля и от полярно вылетающих квантов магнитного поля. Кстати, кванты магнитного поля являются летящими в одном направлении кванты электростатического поля с правом и левым в спинном вращении, имеющие совместное обращение вокруг друга в почве своей стрелке, противоположные кванты с левым в спинном вращении. А внешней причиной инерции массы и гравитации является давление со всех сторон на каждый вещественный объект потоками квантов электростатического и магнитного полей, испущенных множеством других атомов, нейтронов, протонов. Известно линейное постоянное Хаббла, которое просто называется постоянное Хаббла, описывающее равный пропорциональный космологический прирост количества материи, объема пространства вакуума, наблюдаемого получуя зрение. В настоящее время значение постоянного Хаббла имеет выражение. Но объем пространства не линейный, не плоскостный, а именно объемный. Соответственно, вычисляется объемная постоянная Хаббла, вот представлена ниже формула. Получается приблизительно в три раза больше, чем линейная постоянная Хаббла. Линейная постоянная Хаббла, она отражает работу процесса бытия, всего существующего в реальности. Продуктом работы процесса бытия является продолжение бытия с маленьким микроскопическим приростом. Вот этот прирост как раз и является объемной постоянной Хаббла. за вот эта величина простая. Подтверждение того, что действует во Вселенной работа процесса бытия, является светимость Солнца. Она известна. Если мы предположим, что в процессе бытия вещества Солнца все рождающиеся в нем нейтроны разделяются на протон, электрон и фотон, то тогда светимость Солнца должна была бы быть вот 9,44 на 10,33 степени Р. А реальная светимость Солнца в 2,5 раза меньше, чем идеальная светимость. Избыток идеальной светимости ясно, что он легко объясняется, что реальная светимость меньше из-за того, что часть нейтронов, рождаемых процессом бытия, захватывается ядрами некоторых атомов и трансмутирует эти атомы в более тяжелые изотопы исходных элементов. Еще часть нейтронов разделяется в тесной близости от ядер некоторых атомов, и эти ядра захватывают протон или электрон, и эти атомы трансмутируют в элемент предшествующий или последующий в натуральном ряду элементов. В науке сейчас вот этот большой адронный коллайдер, и у нас в России Нику хотят построить, на которых хотят экспериментаторы, преступники, ученые-экспериментаторы, хотят синтезировать атом антирадиоактивного элемента, то есть у которого атом не только не будет распадаться, не только будет стабильным, но он будет жадно захватывать микрочастицы и макрочастицы из окружающего пространства. В итоге за достаточно короткий интервал времени в этот атом должно упасть все вещество Земли, планета Земля, и планета Земля превратится в нейтронную планету радиусом, то есть диаметром порядка 580-600 метров. Это тоже легко начисляется. Помимо вот этой самой дуальности, корпусколярно-волновой дуальности, во Вселенной действует алгоритм универсальной матрицы. Эта универсальная матрица не является какой-то божественной сутью, это свойство самой материи, всей материи Вселенной и всех частных масштабов организации материи. Здесь отображена матрица агрегатных форм материи в ее эволюцию. Универсальную матрицу я увидел в 2013 году в матрице относительности артикуляции звуков речи. Я предположил, что эта матрица, этот алгоритм может отображать и другие качества материи. Но в первую очередь я предположил, что сначала можно отобразить личностные и социальные качества мыслящей материи. Это у меня получилось. Создал, разработал одну матрицу, потом я ее представлял в 2014 году на Конгрессе. После Конгресса я разделил на пять матриц, а в нынешнем году, готовя доклад к нынешнему Конгрессу, я первую и последнюю матрицу еще разделил на две. В итоге получилось у меня семь матриц, матриц, который составляет матричный фрактал относительности личностных и социальных качеств мыслящей материи, то есть человека и социума малых и больших коллективов людей. Вот это все вот эти вот. Ясно, что матрица, каждая матрица личностных и социальных качеств является периодом эволюционным. И последовательность этих периодов это примитивизм насилием, варварство порабощения и эксплуатации, незрелость невежеством, зрелость здравомыслием, перезрелость в абсолютизм догмами и бюрократизмом, в том числе социализм и капитализм там находятся. Далее, либерализм, все дозволенности, ну в первую очередь дозволенность любого зла, любой прихоти, любой блажи. И, наконец, седьмой эволюционный период личности и общества это деградация и крах. Все мы отлично видим из личного опыта, наблюдений, что так и происходит. Мы все рождаемся примитивами, потом развиваемся, кому-то удается развиться в здравомыслии, а кто-то проскакивает мимо и застывает в абсолютизме, догматизме, бюрократизме. Здравомыслие, оно опирается на закон оптимум бытия. Оптимум бытия, это значит, что не производить, не приобретать, не применять и не употреблять, не совершать того, в чем нет нужды. А то, в чем есть нужда производить, приобретать, применять, употреблять, совершать в ассортименте и количестве не меньше эволюционирующей общественной и индивидуальной необходимости, но не больше эволюционирующей и уникальной индивидуальной достаточности. вот это вот, как говорится, быстро, коротко о том, что я делаю. Тут, конечно, очень мало, что указано, показано. Так, большое спасибо, что быстро и коротко, но, может быть, не совсем ясно, я так и не понял, как из матрицы следуют там мои какие-то моральные, моральные, можно предсказать какие-то... Резюмея из этого, что... Да, вот резюмея какого-то. Что наше общество построено на мракобесии веры в волшебство неотвратимого покупательного действия сверхценных фетишей денег. На стремлении получить как можно больше непрерывно растущие горы денежных фетишей и имущество ненужного, избыточного, порабощающего. Люди губят самих себя, других людей, природу. Чтобы общество стало разумным, надо его преобразовать в иную сферу. Для этого нужно всего лишь знание всезнания, знание матриц универсальных, которые отображают соответствующие качества материи. И язык создать нужен новый язык, универсальный для всех людей, которые будут средством общения, описания, объяснения самих себя, природы и общества. для этого языка уже разработан алфавит, называется симметрица. Он тоже построен в алгоритме матрицы на принципах симметрии вертикальной и горизонтальной симметрии. Из 12 базовых знаков соответствующие горизонтальные вертикальные отражения их зеркальные дают все 30 знаков. Более подробно опять же встать. Спасибо. Спасибо. Я, конечно, надеюсь, что наши доклады дают пользу. Я вот как это там, на земле весь род людской чтит один кумир священный. Вот матрицы может быть нам помогут как-то избавиться от этих всех заблуждений. Спасибо.